Зачем вы таскаете эту ерунду в школу? Я просто это, уточек собираю! Уточек вы собираете, да? Да, мне большая коллекция! Это что у вас такое, Юмичу, в пенале лежит? Баксы, баксы, доллары! Так, стоп, девочки, ну-ка отправляйтесь за свои парты, а мы сегодня станем сами для вас учителями. А такие учителя? Окей, я пошла за парту! Ничего себе, как это подействовало! Юмичу, ты что, считать умеешь? Серьезно? Все, я в шоке! И даже лимонаду попить не дают! Я себя чувствую такой, такой умной в очках. Ребятки, я уехала в Москву, и питомцы остались одни дома. А пока они не начали, я хочу сообщить вам отличные новости! Элитный вокально-театральный летний лагерь «Звучи», который будет этим летом в Сочи в Роза Хутор, сделал акцию для мэджиков и до 1 мая снизил цены на путевки в лагерь, где вы сможете круто провести свои летние каникулы. Не только тусоваться со мной, но и 20 дней заниматься музыкой, танцами, пением, блогингом с крутыми преподавателями, чтобы начать свой творческий путь в мир шоу-бизнеса. До 1 мая цена на путевки сильно снижена, а путевки на июль и август можно купить по той же цене, что и на июнь. Торопитесь и рассказывайте своим родителям, потому что мест осталось немного. Ссылки на лагерь «Звучи» и конкурс на бесплатную путевку я оставлю внизу в описании. Привет, ты на канале Мэджик Пэтс, я Чихуахо Софи, а это Миша. Миша, лайк. Я Эйвен, приветик. А я знаешь кто? Покемор Юмичу, Юмичу, я на Ютюхачу. Мой собачий бог Юми, какой кошмар, кого мы воспитали. Подпишись на наш канал, потому что мы идем к 2 миллионам. А да, вот тут Юми права. Наша цель 2 миллиона подписчиков, помоги нам. А я Киса Алиса, ставь на лайк. Я специально, между прочим, за тебя старалась позу из йоги сделать, видишь? Да уж, такую позу из йоги может принять только кошка. Да, ребят. И вообще, вы не сказали ребятам, чтобы они свои комментарии писали. Потому что они тут появляются. А я собака, а не кошка. Я с собаками выросла. Вот именно, Киса Алиса, а я покемор, ясно? Ребята, а Анке ты сегодня дома нет, ух ты. А я знаю, где она. А я, между прочим, Юмичу, тоже знаю. Она в гостях у Дениса и Вики с канала MyPack. Потому что сегодня вышло видео на Magic Family. Про то, как она пошла к ним в гости. Но она же не просто так пошла. Конечно, не просто так, я же говорю, она там сняла ролик. Очень классный, с кошечкой Баттерс, помните ее. Я там уж точно помню. Мы с ней поранговали наших хозяек и вас. Прикольно, надо пойти ролик, посмотри. А мы его уже, между прочим, посмотрели, он получился такой классный. Это же новая рубриканина, это, как ее, Magic в гости. Обязательно сходи и посмотри это видео на Magic Family. Да, у них с ребятами получилось супер-мега-классное видео. Поддержи Анютку, ей сейчас очень нужна твоя поддержка. Поддержка всех мэджиков, потому что мы сила. Э, да, Юми права, Анне сейчас очень трудно. И важен каждый просмотр и каждый лайк. Поэтому мы хотим ей помочь и попросить вас помочь вместе с нами. Вот, так, вот. Да, ребят, короче, ссылка на Magic в гости, где Анна пошла в гости к Майпекам и кошке Баттерс, вот там внизу под этим видео. Да, вот там обязательно, кликай потом на нее, когда досмотришь наше видео. О, зато круто, что они нет дома, и мы можем заняться тематикам. И Смешилкиных новую серию позадим. Нет, Юмич, у сегодня будет школа. Мы и так вам разрешили посмотреть новое видео на Magic Family и новую серию Смешилкиных. Но мы-то не знали про то, что нам рассказали ваши скисалисты и учителя. Про ваше возмутительное отношение к учебе. Ладно, уж вы двоек нахватали. Да, вот двоечник. Они еще нам рассказали все про золотые медали. И про ваши к ним отношения. Кошмар. Как вы это объясните? Про золотые медальки? Упс. Мы тут не при чем. Не при чем, говоришь, Юми? А как насчет этого поведения? Вы хотите получить золотую медаль, Юмич? Ну, типа можно, да? Можно, говорите, да? Вы понимаете, что нужно сделать, чтобы ее заработать? Что надо? Что надо, говорите? Надо учиться на одни пятерки. А, да? Чтобы получить эту золотую медаль отличника, нужно, чтобы в вашем аттестате были одни пятерочки. Понятно? А, ну тогда мне не надо, Марья Ивановна, такого. Ну, мне без нее норм. С двойками, да? Ну, да, что. А за двойки случайно медальки не дают? Ну, простенькие какие-нибудь. Упс. Да уж, Юми, вот именно. Упс. Ужасное поведение под кей-мой. Ну, что ты? Ну, ладно, ладно. Миша, Элевен, вы же ее родители, объясните. Мы подростки, я считаю, тут не по-речем. Это все потому, что в школе скукота. Да уж, киса Алиса, скукота такая, что спать надо на уроках, да? Про твою золотую медаль мы тоже в курсе. Вы знаете, что это такое, киса Алиса? Что? Нет, и мне все равно, потому что я хочу спать. Я всю ночь гуляла. Вот в том-то и дело, вы всю ночь гуляли, а это то, чего у вас никогда не будет. Миша, станьте от меня, мне ничего не надо. Это золотая медаль. А, да? Ну-ка, дайте тогда, дайте мне ее, дайте. Нет, вы ее не получите, знаете почему? Потому что вы двоечница. Да, ну и ладно, тогда я буду спать. Киса Алиса, вы понимаете, чтобы получить эту медаль, нужно учиться на одни пятерки. Без нее вас никуда не возьмут на работу. Ну ладно, посмотрим, как вы в одиннадцатом классе захрапите. Мишки с Алисой не обязаны хорошо учиться. Не все могут быть отличниками, понятно? Не все должны учиться на одни пятерки. Нет, ну здесь я в принципе с детьми не согласна. Ну ладно, никто и не просит вас о золотых медалях. Но вот уточки. Да-да-да, Юмичу, уточки. Какие уточки? Юмичу, чем вы там, блядь, играете? Отдайте это мне. Быстро. Че-че, ничем, ничем у меня там нет. Юмичу, я точно знаю, что вы чем-то там под партой играли. Отдайте это мне быстро, иначе я вызову ваших родителей к директору. Ладно, ладно, Иван Петрович, да, вы прямо у меня тут есть игрушка, я ее уберу. Нет, Юмичу, вы отдадите ее мне, потому что сейчас идет урок. Отдайте ее быстро, давайте сюда, что это такое? Это уточка, 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 антистресс. Фу, она вся в вашей шерсти и слюне. Это сквиш, антистресс, он так тягается, прикольно. Сквиш, антистресс, тягается прикольно, уточка, да? Зачем вы таскаете эту ерунду в школу? Я просто это, уточек собираю. Уточек вы собираете, да? Да, мне больше, колесо. Родителей к директору. А утку-то вернете? Просто школе скучное, неинтересно. Да, конечно, Юмичу, а деньги на сеть школу интересно? Какие деньги? Да, пхе, непонятно даже где ты взяла. Доллары идти. Какие-то была резинка стеркательная? Ты врешь, нам все учитель рассказал. Он еще врал. Да, конечно, врал, врал, мам, подтверди. Да, да, это ластик был. Ну и что, учителю все равно врубило и нас к директору вызвали? Это что у вас такое, Юмичу, в пенале ли здесь? Баксы, баксы, доллары, бакса, бачка в пятидесятых купюр. Бачка, бачка, бакс. Бачка баксов, говорите? Вы что, с собой пачку долларов в школу притащили на уроки? Вы совсем оборзели? Вы что себе позволяете? Да пошутила я, это ластик. Просто стерашка, правда говорю? Ах, это еще и просто розыгрыш, то есть вы позволяете себе надо мной издеваться. Это просто стерашка, пранк. Получается, если бы настоящие принесла, вы бы не ругались. Что вы сказали родителей к директору? Вот, конечно, если мы с Юмичу двоечницей, значит, как чуть что, так сразу наших родителей директору. А это они виноваты, что в школе скучно. Вот именно, там вообще не интересно. Если бы там было интересно, мы бы с Юмичу делали домашку и учились бы лучше, да, Юмичу? Вот именно. Ладно, хорошо, я лично вас поняла. Надо вас как-то заинтересовать в школе, чтобы вам стало интересно. Кажется, у меня даже есть кое-какая идея. Иван, помнишь, мы с тобой снимали интересные факты о школе? Да, помню. Это еще было, когда не было Миши, Юмики с Алисой. Да, и улиточек наших и муравьев вообще никого не было. Их, 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 может попробуем показать девочкам и их за это заинтересует? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Так, стоп, девочки. Ну-ка, отправляйтесь за свои парты. А мы сегодня станем сами для вас учителями. И расскажем вам интересные факты о школе. Возможно, вам станет намного интереснее учиться. А такие учителя? А? Окей, я пошла за порту. Ничего себе, как это подействовало. Между прочим, не во всех странах учебный год начинается 1 сентября, только в 123. В 43 он начинается 1 января, а в 16 первого марта. Да уж, а еще лучше бы, чтобы начинался 1 января и 2 января заканчивался. Это, конечно, интереснее, чем в школе, но фактик так себе. Извините. Выражение «и ежу понятно» появилось благодаря именно школе. В СССР существовали интернаты для талантливых детей. В классах А, Б, В, Г, Д дети учились по 2 года, а в классах Е, Ж, И всего 1 год. И учеников так и называли «ежи». Дети, про учившиеся год по 2-годичной системе обучения, знали гораздо больше. Отсюда и выражение «ежу понятно». А класса, карты не было случайно? Это что получается, ежи самые умные были? Может надо ежом стать, чтобы помнить? Именно ты сейчас вот глупость сморозила реально. Фраза «сморозить глупость» тоже пошла из старых школ. Все дело в том, что глупость в переводе на греческий будет «мороз». Поэтому российские учителя так ругали плохих учеников. Не, погодите, это что такое получается, а? Вернись на место. А, ладно, что получается, когда на улице мороз? Мы можем сказать «на улице глупость». Тогда по-гречески «глупость» то есть слово «мороз» пишется через «с». А я все поняла, походу сегодня отличница, я именда пятерку поставить. В российских школах очень почетно быть отличником. А вот, например, в Чехии 5 это самая плохая отчетка, а самая хорошая наоборот единица. Во Франции вообще 20-бальная система отметок, а в Китае 100-бальная система. А в норвежских школах до 8-го класса вообще не ставят никаких отметок. Вот бы было круто, если бы нам до 8-го класса не ставили никаких отметок, а после 8-го можно было бы просто уйти. Не, круче было бы, если бы наши двойки превратились в пятерки, и тогда мы были бы не двойшницы, а отлетицы. Юми, вернись на место. Сначала слово «школа» означало «досуг», и произошло оно от греческого «школя». В школах собирались люди, чтобы вести дискуссии и беседы. О, а вот это прикольно, собираться и тусить в школе, чтобы просто болтать. Вести дискуссии. А пока ведем дискуссии, можно было бы антистрессы замкать, из кинетического песка лепить, в игры играть, всякие пазлы там собирать. Вы удивитесь, но игра в пазлы тоже возникла благодаря школе, и придумали ее еще в 18-м веке европейские педагоги. На экзамене на знание географии они разрезали карту мира на части и просили ученика сложить ее. Да уж, не то, что на наших схеме уроках географии. Да вот, учебник выдали, и говорят «учи». Просто выучи все эти названия континента горы моря, и два тебе если не умеешь. Вот именно, лучше гулять, на улицу побольше водили, там мышей можно ловить, ну, типа под видом субботника школьного. У нас субботником называют коллективную уборку, а вот в царской России субботником называли еще одно мероприятие – субботнюю порку. Дети шеппароли не за уже совершенные поступки, а на будущее в качестве профилактики. Причем периодически учителя могли высечь некоторых мальчиков уж слишком сильно. И тогда таких детей освобождали от порки до первого числа следующего месяца. Отсюда и появилось выражение «всыпать по первое число». А вот это жестенько. Да, уж не хотелось бы мне жить в те времена. В 2003 году австралийский профессор провел самый длинный урок в истории. Этот урок продолжался 54 часа. Как сам преподаватель смог пережить эту лекцию до сих пор неизвестно, поскольку у него не было возможности вздремнуть, как у его учеников. 54 часа в сутках, 24 часа, значит это примерно двое с половиной суток. Капец. Юмичу, ты что считать умеешь, серьезно? Все, я в шоке. И снова грекам мы обязаны появлению слова «педагог». В древней Греции педагогами называли рабов, не способных выполнять тяжелую работу. Поэтому их обязанностью становилось вождение хозяйских детей в школу и обратно. И именно их называли педагогами, что в переводе с греческого означает «ведущий ребенка». Факт десятый. А, подождите, подождите. Ну, скажите же, сейчас же слово «педагог» не используется. Чуть не используется, некоторые, может, еще и говорят, педагог. Только вот не выйдет никуда, не нас. Школьники в США, впервые пришедшие в школу, дают клятву верности Америке. Сейчас они клянутся, прикладывая руку к сердцу. А до 1942 года жест был немного другой. Сначала руку прикладывали к сердцу, а потом резко выбрасывали вперед и чуть-чуть наверх. Он был очень похож на нацистский, поэтому его изменили. Уже даже мне снова стало интересно, я бы сама в школу пошла. Ага, там обедами кормят, готовить не надо. Ммм, хорошая идея. Между прочим, кормят не очень вкусно. И даже лимонаду попить не дают. В бельгийских школах до того, как появился лимонад, на обед в качестве третьего блюда давали пиво. В последнее время очень многие просят возродить эту традицию, полагая, что пиво все-таки гораздо полезнее лимонада. Кстати, про пиво. Интересно, ребята, смотрели наше видео на Magic Family про то, как мы пробовали собачье пиво все вместе с Аней? Которое она, кстати, из Англии привезла. Да уж, я-то точно там напробовался. Если не смотрели, то сходят и посмотрим. А вот в чешских школах вообще нет преподавателей, которые ведут только один предмет. Они обязаны вести несколько дисциплин. Школа же самым большим количеством учащихся находится в Индии. В ней целых 28 тысяч человек. А самая дорогая школа это английская международная школа леди и джентльменов. Месяц учебы там будет стоить около 80 тысяч долларов. Кстати, в английских школах разрешается разговаривать только на литературном языке. И даже слово привет недопустимо. Их цель повышение культуры речи и увеличение словарного запаса своих учеников. А вот в Финляндии на уроке присутствует не только учитель, но и его помощник. Причем оба они не имеют права вызывать доски ученика, если он сам того не хочет. И объясняется это тем, что нельзя публично выставлять недостатки плохо подготовленного ребенка. Вот, нельзя выставлять наши недостатки. Всем на посмешище. Да, вот а наши скисались и учителя только и огорут на нас, что мы двоечницы. Вечно позорят нас, но никто не говорит, что мы на физкультуре самые лучшие. Лучше бы у нас в школе были одни уроки физры. В Китае же перед уроками обязательно занимаются зарядкой, на которую несмотря ни на какую погоду выходят все до одного. А еще дети дважды в день делают себе массаж лица. Некоторые китайские учителя разрешают детям спать на партах на перемене и считают, что это помогает лучше усвоить пройденный материал. А после окончания уроков дети идут к воротам, организованным строем, хором прощаются с учителем и только потом расходят. А еще в китайских школах дети едят за партами рис и бульон. Сам же учитель тоже ест за своим столом, но просто другую пищу. То же самое в Японии, у них тоже нет столовых и дети едят за партами. А еще в Японии все преподаватели, мужчины. Мне понравилось смотреть ролики Софии Эйвена с интересными фактами про школу. Я себя чувствую такой, такой умной в очках, такой прям умной, такой умной в этих очках. Умная я. А давай у нас будет слоган умней, веселей. Другой. Да, мне тоже очень понравилось и было реально интересно. Ура, то есть мы вас заинтересовали и теперь вы хотите ходить в школу? Нет, то есть Софи ты ошиблась. А, как это? Факты были прикольные, но это не значит, что в школе станет веселее. Ладно, надо что-то другое придумать. А перейди и смотри скорее наш новый ролик на канале Маджик Фэмэли. Помнишь, мы договаривались, поддержи Анюту. Она там в гостях у Дениша и Вики, Котика Баттерс. Ссылки в описании. Да, еще там ссылки на летний лагерь с Гучей, где будет Аня. И на конкурс на бесплатную путевку в этот лагерь. Пока-пока. Давай иди уже.